Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вчера, 2 июля 2017 года, весь шахматный мир облетел о печальной известии. В возрасте 59 лет, не дожив всего несколько недель до своего 60-летия, после продолжительной болезни скончался выдающийся советский и украинский гроссмейстер Владимир Павлович Маланюк. В 80-х годах прошлого столетия Владимир Маланюк входил в число сильнейших шахматистов Советского Союза. Он был постоянным участником финалов первенств СССР по шахматам. Владимир Маланюк трижды становился чемпионом Украинской СССР, а в 90-х годах дважды становился призером всемирных шахматных олимпиад уже в составе сборной независимой Украины. Владимир Маланюк был принципиальным человеком не только в жизни, а известно, что он открыто выступал против политики и гнобления Виктора Корчного, но и за шахматной доской. Черными в ответ на Д4 Владимир Маланюк практически в каждой партии отвечал ходом Ф5, избирая любимую голландскую защиту. Владимир Маланюк был экспертом мирового уровня в ленинградском варианте голландской защиты и написал совместно с украинским международным мастером и журналистом Петром Марусенко отличную книгу под названием «Универсальная голландская защита». Всем, кто изучает этот дебют, рекомендую данную книгу. Ну а мы сегодня с вами посмотрим партию, разыгранную как раз ленинградским вариантом голландской защиты. Эта партия была сыграна в 1987 году в Таллине и соперником Маланюка был известный голландский гроссмейстер Пауль Ван дер Стерен. Итак, после хода Д4, который сделал Ван дер Стерен, Маланюк играет Ф5 сразу. И он не боится никаких антиголландских построений со стороны белых. Далее, g3. Давно уже известно, что лучшим развитием для белопольного слона белой голландской защиты является его фенкетирование. Поэтому белые играют слон g2, g6. Именно это построение характеризует ленинградский вариант. Некоторая смесь сторондийской защиты и голландской. Видите, что слон выходит как сторондийская защита на g7. c4, слон g7, конь f3, 2-0, 2-0. И после d6 и конь c3 получилась табия ленинградского варианта голландской защиты. Как известно, в этой позиции у черных есть примерно три равнозначных хода. Это такой ход как конь c6. Также довольно часто избирается ход c6. Ну а Владимир Маланюк практически постоянно играл ферзи 8. Очень функциональный ход сделал Владимир Маланюк в этой партии. Нужно сказать, что этот ход это идея известного аргентинского мастера Иржи Пеликана. Но на высшем уровне этот ход ферзи 8 сделал именно Владимир Маланюк в партии против Александра Белявского в 1983 году. Остановимся немножечко подробнее на этом ходе. Всего на одну клеточку перешел ферзь, встал на место короля. Но на самом деле этот ход фактически способствует проведению e7, e5. Вот это продвижение e7, e5. Главная идея черных в ленинградском варианте. Кроме того, ферзь может при случае пойти на королевский фланг. Как это часто бывает в других вариантах голландской защиты. Скажем, черные сыграют g5 после подготовки и ферзь h5. Здесь ферзь может помочь в атаке на короля белых. Также ход ферзи 8 помогает поддержать ферзевый фланг. То есть, возможно, продвижение b5. Или же ферзь сам пойдет на ферзевый фланг при случае. То есть, вот такой многофункциональный ход. Всего на одну клетку, повторюсь, пошел ферзь. И вот столько задач он сразу же может решить. Сейчас грозит уже фактически e5. То есть, эта позиционная угроза заставляет белых играть d5. Таким образом, ход e5 сразу здесь уже натыкается на взятие на проходе. Поэтому черные здесь сыграли коня 6. Тоже довольно гибкий ход. Чувствуется рука большого мастера. Не конь bd7, да? Конь a6. Смысл хода в чем? В том, что конь пойдет на c5. Где он будет воздействовать на центральное поле e4. При этом не заслоняя слона c8. Поэтому вот такой ход конем на фланг. Конь d4. Белое напротив централизует своего коня. И присматривается к слабому полю e6. Слон d7. Ограничиваем коня. Возможность конь b5 немного пресекается. В то же время в другой известной книге, посвященной голландской защите, выпущенной в 2013 году, Раецкий и четверик, известные авторы дебютных монографий, говорят о том, что ход e5 сейчас не проходит. В чем идея? Дело в том, что здесь белое пробивает d, вернее d, да? Иначе, конечно же, отступать конем, у черных отличные пешки в центре. Поэтому d, e нужно бить. Если здесь бить сразу слон e6, то, конечно же, после слона b7 теряется одна из черных фигур. Или качество придется отдавать, или коня на a6. Поэтому здесь черным надо играть c6. То есть черные лелеют надежду отыграть пешку на e6. Но слоны в 4. Белые нападают на d6. Далее ферзь e7, защищая пешку. Ну и вот здесь можно выиграть качество. Белые могут это сделать по-разному. В книге предлагается ход конь c6. Такой радикальный метод. Но мне кажется, что после форсированного варианта bc, слон c6, ладья b8, ферзь d6. Взяли, дальше забрали, забрали. Ну вот такие вот размены b3. Здесь у черных есть компенсация за материальный урон. Да, на самом деле здесь черные не качество потеряли. Да, все-таки две фигуры за ладью. Как мы видим, но у белых много пешек. Все-таки чернопольный слон сильный у черных. Поэтому здесь у черных, как я сказал, уже компенсация есть. Но лучше, как мне кажется, ход e4. Вот такой ход. Далее fe, слон e4, конь c7, ладья e1, конь e6. То есть, взяли, взяли и забрали. Да, вот тут действительно уже выигрывается качество. То есть, забрали, забрали, ферзь d4. Да, чернопольный слон у черных сохранился. Но все-таки тут качество есть качество. У белых сильные централизованные фигуры. Перевес большой. Поэтому сразу с ходом e5 здесь спешить, конечно же, не нужно. Нужно играть слон d7. Далее e4. Белые играют по центру и вскрывают линию e. Забрали, забрали. Произошел вот такой размен. Заметим, что у черных появилась отсталая пешка e7. Но на самом деле она не слишком-то и слаба. Потому что эта пешка надежно может быть укреплена фигурами черных. Она находится фактически на начальной позиции. Ну а черный оперирует по линии f. Далее у нас в партии была c5. Сразу же пытаясь выяснить положение коня на d4. В другой партии классика голландской защиты Михаила Гуревича против Вадима Малахатика в 2005 году, уже намного позднее этой партии, была сыграна конь c5. Тоже идейный ход. Напали на слона. Слон отошел. И опять, обеспечив надежную стоянку на c5, та партия после достаточно бурных осложнений закончилась в ничью. В принципе, это вариант возможный. Но c5, именно так Малахатика играет, и конь e6. Белые не берут на проходе, как видите, в этом случае черные могли взять и слоном, и пешкой. Поэтому они играют конь e6. Сразу же, занимая вот это ключевое поле, ну и однозначно здесь нужно бить на e6, потому что иначе разменивается важный чернопольный слон. И значение вот этого слона белых, чернопольного, в разы увеличивается. Поэтому слон e6, de и ладья b8 защитили пешку на b7. В этой партии практически каждый ход несет в себе большую смысловую нагрузку. Вот ход ладья b8. Кажется, мы защитили пешку, но в то же время подготовили и продвижение b5. Кстати, вспомним, что ферзь на e8 этот ход тоже поддерживает. h4. Белые обладают несомненным пространственным преимуществом. Посмотрите, два грозных слона стреляют по черному королю. Ну и белые правильно решили, что нужно здесь атаковать на королевском фланге. h4, h5 и далее ослабление пешки g. Ну а черные атакуют, соответственно, ферзь. b5, h5. Ну в этой позиции Вадимир Маланюк решил пробить. В то же время можно было ограничиться простым кунь c7. Еще раз защищая пешку на b5 и присматриваясь к слабости на e6. hg, hg. Заметим, что ферзь на e8 тоже на королевском фланге работает, защищает пешку g6. Ну а ферзь g4 с усилением нажима и защиты пешки. Черные имеют вот такой функциональный ход, как ладья f6. Защищая пешку и грозя побить на e6. Здесь у черных полноправная контрыгра. Но Вадимир Маланюк поступил по-другому, сыграл же h. Король g2, тоже ход интересный. В чем цель? Цель в том, чтобы поставить ладью на h1 и атаковать эту ослабленную пешку. Ну и далее уже пешку на h7. Слон d4. Заметим, что с уходом коня с поля d4 у черных появилась отличная стоянка для слона в центре. Видим, что теперь ход ладья h1 сразу не удается сделать, потому что на f2 провисает пешка. Поэтому f4. Приходится, конечно, закрывать диагональ чернопольному слону. Но белые, видимо, надеются дальше все-таки сыграть f5 и открыть эту диагональ. Король h8, тоже вход функциональный. А черные готовят контргруппу линии g. Раз уж пешка на f4 стоит, подорвать ее довольно сложно. То есть, ход h4, видимо, этот ход льет воду на мельницу белых. То есть, ладья h1 и здесь вскрытие линии h только на руку белым. Поэтому ладья g8 переходит дальше после ладья h1. Ладья g8 переходит к игре по линии g. И вот в этой позиции белые неверно оценили все-таки положение и сыграли слон h7. Жертва слона, она оказывается некорректной. В то же время, Пауль Вандерстеррен понимал, что ход f5 это размен ферзей. И в окончании у черных шансы очень даже неплохие. Ферзь бьет h5, ладья бьет h5, ладья g7. Защитили на h7. Ну и у белых здесь много слабостей. То есть, на e6, на c4 пешка будет разменена. Забрали-забрали. Давление, видите, на пункт b2. Вынуждает белых сыграть ладья b1. Конь c7, цепляясь к пешке e6. b3, конь e6, слон d2. Если посчитать пешки, то мы увидим, что у черных одна лишняя. Но у белых все-таки два слона. Особенно силен белопольный слон в центре на e4. Конечно, у белых здесь есть компенсация, так как у черных тоже есть слабые пешки. Например, пешка на h7. Но понимал здесь Пауль Вандерстерен, что победить в этой позиции Владимира Малунюка, который славился своим тягучим позиционным стилем, отличным пониманием Эншпеля, победить здесь черных довольно будет сложно. Поэтому он решил пойти ва-банк. Сыграл слон в бьет h7. Возможно, это просчет. Дело в том, что после вынужденного король h7, ладья h5, черные сыграли король g7. И вот здесь белые сделали такой, казалось бы, робкий ход ферзь f3. В чем причина этого хода? Дело в том, что ход ферзь g4 шаг, как, видимо, планировал играть голландец, не проходит. Конечно, если играть король f6, то здесь форсированный мат. Ферзь f5, король g7, ладья h7. Видимо, именно на такой финал рассчитывал голландец. Но король f8, посмотрите. На f8 король находится в полнейшей безопасности. Что здесь делать? На ход ферзи f5 следует слон f6. Все фигуры защитили черного короля. Лишний конь, правда, на краю доски, но он уже скоро выйдет в игру. Но здесь у белых шансов нет. Поэтому ферзи f3. Пришлось белым так играть. Король f8 все-таки. Ладья h7. Угроза поставить вот здесь шаг. Придется отдавать ферзя за ладью. Ферзь c8. Посмотрите, какой интересный маневр ферзем. С d8 с начальной позиции. Ферзь пошел сначала на e6. Потом пошел на c8. Где он атакует пешку на e6. Такие челночные движения ферзем производят большое эстетическое впечатление. Ну и здесь белые идут уже до конца. Ферзь h5, не защищая пешку на e6. Белые, вернее, понимают, что если они перейдут сейчас в защиту, то лишняя фигура черных скажется. Ну здесь ни много ни мало угроза мата, которая парируется, впрочем, довольно простым ходом. Ферзь e6. f5. Белые хотят ввести в игру чернопольного слона, но он атакается на жесткую контратаку в исполнении Владимира Маланюка. Ферзь e4 шаг. Что в этой позиции делать? Ну, если отходить на h3, то последует просто мат в один ход. Ход королем на f1, видимо, тоже не лучший. Посмотрим, как. Ферзь d3 можно, подсказывает машина. Ну дальше на g3 тоже пункт провис. Но король h2. Так сыграл голландский гроссмейстер в надежде на то, что здесь на шаг ферзь c2 он может отойти на h3. Как-то запутать это положение. Но Владимир Маланюк рассчитал все четко. На король h2 он жертвует слона. Слон g1. Очень красивый ход. Такой серьезный. Сразу становится понятно, что здесь мат получает не черный король, а белый. Дело в том, что если здесь пойти на h3, по-прежнему мат. Ферзь h1. Ну, а если взять этого слона, как было и в партии, то в ферзь e1. Видим, что контратака по линии g черных полностью оправдалась. Как бы белые не играли, получают мат. Посмотрите, если я сыграю, например, король h2, да, то вот так, так и вот так. Думаю, что другие варианты вы тоже самостоятельно можете здесь найти. Вот такая очень красивая и поучительная партия Владимира Маланюка в его любимом ленинградском варианте голландской защиты. Дальше я буду продолжать обзор партии Маланюка. Нужно сказать, что черными он играл голландскую защиту на d4, а белыми очень много ярких, поучительных партий он сыграл в крепкой защите Фелидора. Поэтому оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, если этот обзор понравился. Ну и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok